добрый день дорогие друзья с вами елена минакова и сайт photoshop мастеру в этом уроке мы с вами создадим динамичную работу погони в ночном городе создадим яркое красивое освещение голубой источник света это свет неоновой рекламы красно-желтый источник света это что-то горящее в нижнем левом углу мы прорисуем это освещение на нашем герое сейчас вы видите все исходные стоковые фотографии которые я использовала в данной работе ссылки на все фото вы найдете в материалах к уроку итак начинаем урок control n создаем новый документ называем работу стрелок ширина 2 600 высота 1800 пикселей разрешение 72 цвет фона белый снимаем замочек с нашего фона и открываем первый исходник файл открыть это исходник стрелка вот такой вот был исходник я вырезала лестницу с мужчиной и переношу нашу работу control t вызывая трансформацию верхней панели параметров я выставлю 62 процента я уменьшаю до 62 процентов и угол выставляю 6 градусов добавим динамику в нашу работу расположим город и стрелка с небольшим уклоном под слоем стрелок располагаем следующий исходник файл открыть это исходник города ночного вот такой вот исходник мне надо закрыть вот это яркое белое освещение на этом доме я выбираю инструмент прямоугольной области создаю выделение части дома захожу выделение трансформировать выделенную область чуть-чуть ее подредактирую вот так нажимаю на правую кнопочку мышки скопировать на новый слой выбирая инструмент перемещения и стрелочкой на клавиатуре вверх перемещая этот фрагмент строго вверх точности тут особой не надо нам просто надо закрыть этот белый участок на этом здании control джей дублирует а слой и снова перемещаю вверх создаю новый слой и на этом слое я немного дорисую зарисую вот этот белый блик яркий выбираю круглую мягкую кисточку непрозрачность 10 процентов зажимаю alt выбираю образец цвета и дорисовываю это яркое белое освещение перемещаюсь вот сюда я хочу зарисовать вот это вот яркое освещение зажимаю alt выбираю образец света с фона и как бы приглушаю делаю его не таким ярким сливаем все эти слои в один я нахожусь на верхнем зажимаю shift кликаю по нижнему выделили все слои control е получился слой город и этот слой мы переносим нашу работу control t вызываю трансформацию верхней панели параметры выставляю 75 процентов и угол наклона 6 градусов располагаю на нашей работе примерно таким образом мы видим что наш герой с нашим городом практически сливается поэтому мы сейчас будем работать для того чтобы наш фон отдалить от нашего героя размоем немножко фон фильтр размытия размытие по гауссу размоем где-то на 5 пикселей немного осветлим и понизим контраст корректирующий слой яркость контраст я хочу уменьшить яркий голубой цвет вот на этом здании я создаю корректирующий слой цветовой тон насыщенность и немного уменьшаю содержание насыщенность голубого и синего цвета вот таким образом эта деталь стала не такой яркой на нашей работе следующий слой это выборочная коррекция цвета я хочу уменьшить яркость белого освещения на нашем фоне и добавить ему голубых оттенков захожу в белые вот таким образом мы уменьшили яркость белых оттенков и добавили голубой тонн теперь добавим синий оттенок на нашу работу корректирующий слой цвет выбираем цвет 182 c4 выбираем режим наложения для этого слоя мягкий свет и понижаем непрозрачность где-то вот так 47 процентов следующий слой корректирующий это тоже цветовая заливка выбираем цвет 0 а 0 и 929 режим наложения для этого слоя выбираем исключение у нас появилась такая как бы дымка на дальнем плане она позволит нам отодвинуть наш дальний план от нашего героя дублируем этот слой контролл джей таким образом мы добавили синий то на нашу работу и отдали ли фон от нашего героя создаю новый слой на этом слой я хочу немного затемнить нижний левый угол режим наложения для этого слоя умножения выбираю цвет 202341 выбираю инструмент градиент градиент от основного к прозрачному градиент линейный и протягиваю градиент нижнем левом углу понижая непрозрачность примерно вот так и создаю группу я нахожусь на верхнем слое зажимаю shift кликаю по нижнему слою у меня выделились все слои контрол джи образовалась группа город перехожу к стрелку и хочу добавить недостающий кусочек лестницы для этого я выбираю инструмент лассо растушевка 5 пикселей создаю выделение части лестницы нажимаю на правую кнопочку мышки выбираю скопировать на новый слой этот слой я переношу под наш слой стрелок выбираю инструмент перемещения и передвигаю вниз добавляю слой маску на слой стрелок выбираю кисточку круглую мягкую небольшая непрозрачность и уберу границу который у нас тут есть таким образом объединяет две эти детали в одну вот так убрали границу объединяем оба эти слоя я нахожусь на верхнем зажимаю shift кликаю по нижнему контрол е у нас один слой стрелок я хочу немного состарить нашу лестницу и добавить ей ржавчины открываю исходник текстуры ржавчины переношу ее в нашу работу control t вызывает трансформацию поворачиваю на 90 градусов и располагаю на нашей работе режим наложения для этого слоя мягкий свет вот такая замечательная ржавчина у нас появилась на нашей лестнице я нажимаю на правую кнопочку мышки и создаю обтравочную маску из этого слоя теперь нажимаю alt и добавляю слой маску на сам слой текстура ржавчины у нас загрузилась черная маска и по этой черной маске я буду проявлять текстуру ржавчины только на лестнице кисточка круглая жесткая непрозрачность сто процентов кисточка должна быть белая и вот таким образом проявлю ржавчину на лестнице вот такая замечательная ржавая лестница у нас получилась я понижаю непрозрачность этого слоя где-то до 80 процентов добавим отражение в очки нашего героя откроем для этого исходник города я выделю небольшой фрагмент какого-нибудь дома выбираю инструмент прямоугольная область и выделяю затем выбираю инструмент перемещение перетаскиваю этот выделенный кусочек нашу работу control t вызывает трансформацию уменьшаю как обтравочная маска этот слой будет зажимаю alt нажимаю на значок добавить слой маску и добавляю черную слой маску на этот слой выбираю жесткую круглую кисточку и проявляю этот слой только на очках нашего героя вот таким образом мы добавили отражение в очки если вам это отражение не очень нравится вы можете выключить связь между слоем маской и самим слоем перейти на сам слой выберите инструмент перемещения и подвигайте немного выберите лучшее отражение которое вам больше нравится и затем восстанавливаем связь между слоем и его маской вот таким образом мы добавили отражение в очки для нашего героя теперь осветлим и добавим немного контраста для нашего героя корректирующий слой уровня нажимаем на значок обтравочной маски немного повысим контраст и осветлим затемняем лицо и руки корректирующий слой уровне нажимаю на значок обтравочной маски инвертирую маску control и и проявляю этот слой только на лице и на руках кисточка круглая жесткая таким образом мы затемним руки нашего героя и лицо вот таким образом я затемнила руки и лицо нашего героя следующий корректирующий слой выборочная коррекция цвета нажимаю на значок обтравочной маски я добавлю голубых оттенков на нашего героя создаем группу стрелок я нахожусь сейчас на верхнем слое зажимаю shift кликаю по нижнему выделили все слои control g у нас образовалась группа стрелок на этом мы закончим первую часть нашего урока с вами была елена минакова и сайт photoshop мастеру всего хорошего